Всем добрейшего времени суток дорогие друзья, приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Вот и появились сети уже полноценные тесты RTX 3080 в исполнении Founders Edition, а также тесты температур и уровня шума референсных карт. А из лагеря красных тем временем прилетели реальные фотографии референсного дизайна Big Navi, или может быть правильнее сказать среднячка на RDNA 2. И не обошлось и без нового игрока на рынке видеокарт. Компания Intel уже вовсю делает свои видеокарты Intel XE, и на этот раз в сети утекли некоторые характеристики. Ну а перед тем как мы перейдем к актуальным новостям, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А начать ролик я хочу с даты выхода PlayStation 5, о которой Sony нам поведала на своей презентации. Долгожданная новинка выйдет уже 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. А 19 ноября во всем остальном мире. Рекомендуемая стоимость полноценной версии PlayStation 5 с приводом Blu-ray составит всего 500 баксов. А более простая версия без привода под названием Digital Edition будет продаваться за смешные 400 долларов. Не лишним будет отметить, что с аппаратной точки зрения обе модели PS5 полностью идентичны. А прием предварительных заказов начнется уже сегодня, 17 сентября. Конечные характеристики консоли PS5 вы прямо сейчас видите на экране. А на презентации также показали трейлеры многих игр. Но самое интересное можно отметить новую часть про вселенную Гарри Поттера. Игра получила название Hogwarts Legacy, а действия будут происходить за 100 лет до саги про Гарри Поттера. Игра сможет похвастаться красочным открытым миром и просто обязана погрузить геймера в прошлую жизнь школы магов. Релиз состоится в 2021 году на все нынешние консоли и на консоли нового поколения. Ну и конечно же на ПК. И давайте наконец-то посмотрим на реальные тесты RTX 3080 и выясним, что это за зверь. Для начала предлагаю посмотреть на температуру. При помощи тепловой камеры удалось определить самую горячую точку видеокарты. Под 8-минутной нагрузкой радиатор GeForce RTX 3080 Founders Edition в центральной части разогревается до 65 градусов. Но это не сильно дает понять реальную температуру на чипе. А вот один из западных блогеров протестировал видеокарту 4Mark с открытым стендом. И как видите карта разогревается до 75 градусов в открытом пространстве. При этом кулера работают на 60%. По словам блогера температура в комнате была 26 градусов. А значит запас по охлаждению у нее еще есть. Но в дикую жару в корпусе она точно будет крутить кулера практически на полную. А что касается уровня шума, то как я и ожидал шумит она очень сильно. При 60% уже ощущается, что взлетает самолет. Конечно каждый человек уникален и у каждого свои уровни громко или тихо. Но в закрытом корпусе она точно не будет тихой, да и греться будет тоже не слабо. Если вы собираетесь покупать себе референс RTX 3080, то можете посмотреть это видео и послушать шум. И давайте глянем на самое главное, на производительность RTX 3080. В среднем она оказывается на 31% быстрее GeForce RTX 2080 Ti. Вот к примеру тесты Horizon. И что-то я тут не замечаю производительности в два раза больше по сравнению с 2080 Super. Кому интересно, можете поставить на паузу и посмотреть. А вот в Ведьмаке прирост более существенный. Но тут также RTX 3080 не обходит 2080 Super в два раза. Ну и вот тесты ларки в 4К на ультрах. Тут тоже видеокарта обошла все прошлые видеокарты, но опять же не подтверждает слова Хуанга на презентации. Что касается трассировки лучей и DLSS, то тут все немного получше. Вот к примеру на одном канале выложили тесты против 2080 Super, и причем с включенным DLSS и без него. RTX 3080 явно немного лучше справляется с лучами, чем 2080 Super. Также один из блогеров посчитал разницу между ценой и производительностью. Если рассматривать рекомендованный прайс Nvidia, то карта действительно в два раза выгоднее вне зависимости от разрешения. Однако это по большей мере зависит не от мощности, а от более низкой цены. А самое главное, что удалось мне узнать, так это потребление RTX 3080. Референс потребляет в играх 348 ватт, а в нагрузке фурмарком жирает 370. Немного больше, чем ожидалось, но картину с блоками питания это особо не меняет. Но тем, у кого блока питания совсем впритык, я бы посоветовал его заменить, так как RTX 3080 жрет действительно как ядерный реактор. Да и по температурам она не холоднее прошлого поколения. А майнеров я могу порадовать новостью о хешрейте на эфире. В стоке RTX 3080 выдает 84 мегахэша, а в разгоне 93. При нынешней доходности и стоимости карты около 75 тысяч рублей, окупаемость составляет 6 месяцев. Это значит, что видеокарта очень бодро себя показывает в майнинге, и те, кто занимается этой деятельностью, точно не откажутся от покупки такой малышки в свою ферму. Также есть информация, что партнеры Nvidia трудятся над вариантом GeForce RTX 3080 с 20 гигабайтным видеобуфером, у которого модули GDDR6X будут распаяны и на тыльной стороне. Его релиз должен состояться после формального дебюта видеокарт AMD Radeon RX 6000, которые компания AMD публично слила в сеть и даже позволила игрокам посмотреть на новинку в Fortnite. Самое интересное, что референсный дизайн будет как у Radeon 7 и не будет включать стандартную турбину, которая очень сильно отталкивала от покупки референсных видео в прошлой серии RDNA. Но также стало известно, что для эталонных видеокарт Radeon RX 6000 компания AMD готовит два варианта систем охлаждения с двумя и тремя вентиляторами. Более массивный кулер будет использоваться на топовых решениях вроде Radeon RX 6900, в то время как адаптеры уровня RX 6700-6800 будут довольствоваться двухвентиляторной системой охлаждения. Стоит отметить, что во всех случаях на торце карты имеется два восьмиконтактных разъема PCI Express Power. И стало также известно, что в графических процессорах Navi 21 и Navi 22 чипмейкер реализует аппаратное декодирование формата AV1, который превосходит по уровню сжатия все существующие форматы. Ну а уже 28 октября мы наверняка узнаем, сможет ли топовая Big Navi соперничать с Nvidia, или все-таки станет конкурентом только в среднем сегменте. А тем временем я хочу вам напомнить, что в следующем году корпорация Intel составит конкуренцию AMD и Nvidia на рынке видеокарт с аппаратным ускорением трассировки лучей. На данный момент стало известно, что линейка видеоадаптеров Intel Discreate Graphic 2 будет включать решения как на энергоэффективных ядрах XE LP, так и на высокопроизводительных XE HPG. Раньше также предполагалось, что видеокарты Intel предложат 3D-ускорители на 128, 384 и 512 исполнительных блоков. Сейчас же стало известно, что Intel также рассматривает выпуск графических продуктов XE HPG в конфигурации с 960 исполнительными блоками. Такая видеокарта будет оперировать 7680 блоками ALU FP32, что позволит ей соперничать как минимум со среднеуровневыми Nvidia Ampere и AMD Navi. Также пошли сливы и про объем памяти. Адаптер Discreate Graphic 2 с видеобуфером GDDR6 объемом 8 ГБ был замечен в характеристиках мобильного устройства высшего класса, где будет работать в паре с 45-ваттными чипами Intel Tiger Lake H или Intel Alder Lake P. Ну а появятся первые карты должны уже в первом квартале 2021 года, и уже ближе к тому времени появится больше информации. А пока что можно предположить, что это будет достойный конкурент RTX 3070, но время еще есть, и возможно Intel сможет сделать видеокарты еще сильнее. А в игровых новостях появились системные требования к ремейку первой мафии. Судя по представленной информации, игра окажется достаточно лояльной к железу, и на минимальных настройках пойдет даже на бюджетной сборке с 6 гигабайтами оперативной памяти. А для игры на максималках понадобится очень мощная видеокарта. Хотя процессор для обоих требований практически идентичный. А сама мафия официально подтверждает, что Фикус еще живой. Хотя жить ему осталось все меньше и меньше. Но выйдет игра уже совсем скоро. Релиз назначен на 25 сентября на ПК и PS4 с Xbox. Что касается новых консолей, то информации о выходе игры пока что нет. Скорее всего ее там и не будет. Но на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить ему лайк. А я хочу напомнить вам, что вы всегда можете задать любой интересующий вас вопрос в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!